Вот так вот выглядит лифтовая 16 этажка. За последние 40 лет здесь ничего не изменилось. Уже 4 месяца жители дома спускаются на первый этаж пешком. Из двух лифтов работает только один. И тот только на подъем. В этом доме живет много пожилых людей и семей с маленькими детьми. В основном их квартиры на высоких этажах. Ежедневно преодолевать лестничные ступени по несколько раз трудно, говорят местные жители. Пассажирский лифт начал работать с перебоями еще в октябре прошлого года. А в декабре его и вовсе остановили. Я являюсь многодетной матерью, у меня четверо детей. Не все маленькие. Один у меня взрослый. Но остальные все нуждаются в том, чтобы их сопроводить в школу, забрать со школы, отвезти на кружок, забрать с кружка. В общем, спускаться и подниматься приходится достаточно часто. Сейчас все мы подстраиваем под наш лифт. То есть так, как раньше, вот именно, допустим, сколько у меня, отвезти в школу, забрать со школы. То есть отвезли, потом через какое-то время спустились, отвезти на один кружок, забрать с кружка, отвезти на второй кружок. А так как у меня еще есть, ну как, дети другие, то это я, ну раз 10, это по минимуму. Это только забрать и отвезти. Плюс, когда забираешь и отводишь, это нужно в магазин. И с этими авоськами, торбами ты гуляешь, потому что лишний раз подниматься на 14-й или спускаться с 14-го, это уже проблема. Благо, что в доме есть еще и грузовой лифт. Правда, теперь он работает только на подъем. Вниз же люди продолжают идти пешком. Сомнительное удовольствие, если спускаться, например, с коляской. Из-за нестабильной работы подъемников, многие жители вынуждены находиться на самоизоляции. И пандемия коронавируса здесь ни при чем. Вот представьте себе, с маленьким ребенком с коляской подниматься на седьмой этаж. По лестнице. Муж за границей сейчас, к сожалению, дома нету. И, ну, одной очень тяжело. Очень много маленьких детей в доме и пожилых людей. Дети-инвалиды есть. Они вообще сейчас не выходят, потому что в аварийном состоянии лифт. Много писали, никто не слышит нас. Ну, если не услышат, то будем принимать какие-то радикальные меры. За все это время люди обращались в разные инстанции. Писали мэру из департамента городского хозяйства. Ответ на письма есть. С реальными действиями проблема. Ответ все в электронном виде. И ответ такой, что денег нет. На город выделено очень мало денег, в пределах 30 миллионов гривен. И мы туда не входим. И все. И мы остались, как говорится, не в плане даже. Вот этой модернизации или замены лифтов. Нас вообще нет нигде. А то, что мы сейчас обращаемся, нас просто не слышат. Обращение к депутатам перед выборами, после выборов вообще никаких результатов не дают, к сожалению. И вот мы вынуждены молиться хотя бы на большой лифт, который работает только на подъем, чтобы прийти домой и смущ подняться на 12, на 16, потому что люди живут на разных этажах. Дом в ужаснейшем состоянии. Им никто не занимается уже очень много лет. То есть все, что делается в доме, делается своими силами. То есть даже уборка лестничных клеток. В свою очередь в жилкоммунсервисе говорят, этот дом внесли в план работ по модернизации лифтовых кабин в этом году. Но сколько жителям еще придется подниматься и спускаться пешком, пока неизвестно. Модернизировать подъемник планировали еще в прошлом году. Но из-за проблем с финансированием процесс затянулся. Так что, возможно, лифт все-таки поменяют в этом году. Их внесли в список, в план работы на этот год, на модернизацию этого лифта. Мы его включили еще в начале года, как бы. И сейчас рассматривается вопрос о финансировании и включении данного лифта. Это работы, которые необходимы, первоочередные работы для замены. Есть там троса, кабины, для безопасности, чтобы лифт работал без перебоев. Коммунальщики уверяют, что ремонтировать такой лифт нет смысла, потому что он уже отслужил более 25 лет. Такой подъемник можно только модернизировать, то есть заменить отдельные части или обновить полностью. Всего в этом году планируют модернизировать почти 150 лифтовых кабин. Но на это запланировали потратить лишь 100 миллионов гривен. Кому-то повезет меньше. Игорь Исаенко, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.